Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире дискуссионный клуб Казанского Федерального Университета, телевидение Казанского Федерального Университета, естественно. Я его ведущий Юрий Алаев. И сегодня мы собрались в абсолютно экстремальных погодных условиях. Метель, пурга, штормовые накаты ветра выдали у нас половину аудитории, но самые стойкие добрались. И главное, что добрались наши эксперты, которых мы пригласили, чтобы обсудить столь же многообещающую, сколь и щекотливую, и деликатную, прямо скажем, тему. Готовящийся документ под названием «Стратегия развития татарского народа». Я назову сейчас экспертов, а потом мы попробуем поговорить о том, что это такое, зачем это нужно и к чему это может привести. Итак, я представляю Сагитова Лилия Варисовна, ведущий научный сотрудник отдела этнологии Института истории Академии наук Республики Татарстан, директор Института археологии Академии наук Республики Татарстан, декан высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия Института международных отношений КФУ, Айрат Габитович Сиддиков, вице-президент Национального комитета ИКОМОС России, заведующий кафедрой Всемирного культурного наследия высшей школы исторических наук и Всемирного культурного наследия Института международных отношений КФУ, доктор исторических наук Рафаэль Миргасимович Валеев. Проговаривать приходится подолгу. И здесь, вне красных кресел, но в том же ранге экспертов, у нас присутствует заведующий кафедрой регионоведения евразийских исследований, упомянутый высшей школой исторических наук Института международных отношений КФУ, доктор исторических наук Раэль Ваилович Вахруддинов, и пришедший сюда в двоякий ролик и как журналист, и как историк по образованию, человек, насколько я понимаю, занимающийся не по службе, а по велению души, интеллектуальным экзерсисом, Ярхамов Ильнур. Да, вообще-то он представляет портал Казанфюст. Но в данном случае я хотел бы, Ильнур, послушать вас применительно к той дискуссии, которая, в частности, в Фейсбуке разворачивается вокруг этой стратегии. А теперь к существу дела. Я уже вскользь об этом сказал, повторю еще раз. 16, если мне память не изменяет, января, был презентован так называемый эскиз стратегии развития татарского народа. Вот где-то он у нас сейчас могут нам его, по-видимому, показать. Ну, вы-то уже все его видели, читали, знаете, да. Презентован он был варски. По-видимому, какой-то здесь был замысел, да, что вот начать презентацию с татарской глубинки, да, вот от корней, от земли. Драматургически все это очень хорошо и правильно, но публикация презентации вызвала и в масс-медиа, в СМИ, и среди общественности, которые этим вопросом как-то интересуются, довольно много, ну, таких, скажем, недоумений, что ли. И вчера, буквально вчера, да, 17 февраля, абсолютно для меня, во всяком случае, внезапно, я думаю, что для экспертов это не новинка, но для публики вроде меня это было внезапно, в Екатеринбурге глава Всемирного конгресса татар, или исполкового Всемирного конгресса татар, бывший вице-премьер Шахразиев представил... А, да, он продолжает сохранять статус, я прошу прощения, конец, и вице-премьер правительства Республики Татарстан представил новый вариант эскизы. И, в общем, это только дополнило или увеличило, ну, количество вопросительных знаков у меня, во всяком случае. Поэтому самый простой лобовой вопрос, я хотел бы вам, уважаемые эксперты, задать, и, может быть, с вас начать, вообще с представителя Академии наук Республики Татарстан, потом мы уже плавно перейдем к представителям Казанского федерального университета. Зачем вообще, от чего вообще возникла вот такая потребность в создании некой стратегии развития татарского народа? То есть, каково ее целеполагание? Что, к чему в результате мы должны прийти? Когда и если эта стратегия будет разработана и принята? Пожалуйста, микрофон. Он включен. Включен, включен, просто говорите. Прекрасно. Ну, что ж, вы знаете, поскольку все-таки не мы прямые инициаторы, вот, то есть, вот такой вопрос задавать, я не берусь, не возьму на себя ответственность, вот так четко сказать, вот, почему это... Лилия Варисовна, извините, пожалуйста, мы разговариваем с вами как с учеными. Да. Вот, вы с этой точки зрения, мы пока оставляем в стороне политико-административные, идеологические мотивы, решение Всемирного конгресса татар прошлогодние, там, заявление президента Республики Татарстан, просто как ученые. Как ученые, я могу предположить, но это лично моя точка зрения, это я не экстраполирую ее и не выражаю ее с позиции всей Академии наук или Василия Галчиха Шахразеева. Я, как человек, который исследует этничность уже давно, я могу предположить, что, возможно, это своего рода попытка найти выход, вот, сохранить этничность, идентичность татар вот в условиях, во-первых, ну и глобализации. Мы знаем, что сейчас очень сильно этничность меняется, она размывается благодаря глобализационным процессам. Ну и я думаю, что, возможно, одним из таких стимулов стало, возможно, то, что татарский язык сейчас перешел в разряд добровольно изучаемых языков, потому что мы знаем, что, в принципе, как бы, когда татарский язык изучается в школах и он был закреплен, как обязательный язык, худо или бедно, все-таки этническая культура воспроизводилась на массовом уровне и, соответственно, этничность, она тоже имела вот такое подспорье. Понятно, да, понятно. А, Рынгамедович, добавления будут какие-то или уточнения? Нет, да, у вас... Да, конечно. Дело в том, что вот почему стратегия... Вот я одну очень фразу скажу, над которой многие думают, и, в общем-то, благодаря тому, что великие народы создаются великим повседневным трудом, вопрос, который связан вообще и с самой стратегией развития татарского народа. Да, Татарстан – уникальное явление, но здесь проживает всего лишь одна треть всего татарского народа. Около двух миллионов. Да, около двух, чуть больше двух миллионов. А, представьте, семь миллионов – это проживает за пределами. Причем они живут на тех исконных территориях, которые были исторически их. Да, есть территории, куда они переселялись, ну, скажем, тот же пример Донбасса. Но вот те территории, которые находятся в рамках Российской Федерации, и не только Российской Федерации, это территории, которые когда-то принадлежали огромному государству, ну, начиная, если с Волжской Булгарии, с других государств и Золотой Орды. То есть мы имеем великую историю, и вот эта великая история, которая вывязана самой культурой, которая формировалась, ну, представьте, мы недавно отметили тысячелетие, мы говорим столица Казань, это столица, духовная столица всех татар, татар всего мира и тех, которые проживают не только в рамках Российской Федерации и стран СНГ, но и за пределами. И, естественно, вот для татарского народа очень важно, поскольку они живут на той же самой территории, очень важно те духовные скрепы, которые их объединяют. Да, вроде бы у нас в семье они есть, но эти скрепы, которые должны осуществляться по линии государства, по линии общественных организаций, по линии, наконец, ЮНЕСКО и прочих. Но все дело в том, что вот развитие татарского народа может обеспечено только самим татарским народом и его элитой. И, естественно, очень важно выработать... Но скрепы должны обеспечить государство? Какое? Не только государство, я сказал. Но вы назвали и государство в том числе. Да, и государство в том числе, естественно, поскольку мы проживаем вот на территории Российской Федерации, это и в целом Российской Федерации, но, конечно, учитывая, что Татарстан – одна из важнейших составляющих, как элемент центра татарского народа, в том числе и Татарстан. Но я хочу сказать, что очень важно в этом вот то, что происходило вот эта консолидация татарского народа, потому что это возможно только на базовых вещах. Ну вот вы сегодня привели пример с плохой погодой, да? Несмотря на плохую погоду, вот видите... Кто-то пришел все-таки, да? Да, все пришли, и пришли самые главные молодые. И я должен сказать, что с точки зрения того, как развивался татарский народ, очень важно, что он развивается, что он живет и существует. Спасибо, спасибо. Если возможно, вот... Вы хотите что-то добавить? Нет? Пока нет. Правильно ли я вас понимаю, когда вы вот сейчас, обосновывая необходимость разработки стратегии татарского народа, упомянули о представителях или о группах этнических татар, которые проживают на территории очень большой, и все это, как вы сказали, если я правильно понимаю, их коренная территория, то есть татарская, вы что, имеете в виду вот те карты 17-18 веков, где на всем евразийском пространстве было крупно написано «Тартария». Вот это имеется в виду? Не только это, это тоже позже. Но и это тоже? И это позже. Но это позже. Просто когда вы говорите, что везде, где живут татары, это их исконная территория, это не допущение? Нет, дело в том, что я сказал, на значительные части, там это их территория, которая была связана с историей той золотой арты. Все, я понял, спасибо за уточнение. То есть, смотрите, первый промежуточный итог. Насколько я понимаю, часть людей инициативных, не безразличных к судьбе своего народа, к своему этноса, мы имеем в виду здесь ведь не политическую нацию, а именно татары как этнос, этническую компоненту, они пришли к выводу, потому что вот этническая целостность татар, она находится под угрозой в силу ряда объективных, прежде всего, причин. Как вы упомянули, там это глобализация, это урбанизация, это миграционные процессы, которые неизмежно вовлекают все большую часть населения, вымывают его, скажем, из традиционной культуры аульной или деревенской в городскую культуру, где совершенно другие ценности или их вообще нет, или они вообще под сомнением, и вот это угроза. И дополнение было вот такое, что вот, ну, надо консолидировать. У меня есть простое предложение, давайте пройдемся, вот, ну, я думаю, вы в памяти у вас у всех есть, но, конечно, многие телезрители просто не видели этого эскиза, я подозреваю, что студенты тоже не все проштудировали презентацию, которая состоялась в Арске в середине января, поэтому самое простое предложение, я вот сейчас буду смотреть на позиции первого варианта эскиза, не того, который был представлен вчера нашим уважаемым вице-премьером. И надо оговориться, мы должны, наверное, иметь в виду, и телезрители просветить что-то наработки вот в основу этого эскиза и в целом над стратегией работают ученые не только Казанского федерального университета, и Институт археологии имени Халикова, прежде всего, да, Академия наук, Институт истории Шигабудина Марджани, имени, да, Марджани, Институт языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова, вот такой коллектив. Ну и, конечно, без ученых Казанского федерального университета здесь не обошлось. Итак, что постулировано в эскизе? Вот здесь, кстати, ссылочка на сайт, кому, если интересно, и кто захочет посмотреть, может убедиться. Ставится задача развития татарской нации на основе укрепления национального самосознания и создания единого социокультурного пространства. Это вот примерно то, о чем говорили вы, да, если я правильно понимаю. Вопрос, как это может быть реализовано на практике? Вот уточню, мы что имеем, когда мы говорим о татарском народе, мы что имеем в виду? Касимовские, сибирские, астраханские, там, яицкие, казанские, это один этнос? Я про крымских татар уже не говорю, по-моему, здесь спора нет, это все-таки другой этнос, да? Но вот в прессе, я смотрю, в социальных сетях, например, буквально некоторое время назад вы начали выступать сибирских татар рассказывать, что мы, а мы самостоятельный этнос. Ведутся какие-то споры вокруг субэтносности или самостоятельной этничности кряшин, да, многолетний тоже спор. Что подразумевается под татарским народом? Вот весь этот объем, что ли, субэтносов или здесь есть проблемы? Я почему об этом спрашиваю, потому что мне чисто по-человечески интересно. Хорошо, люди начали работать над проектом стратегии развития татарского народа. Что-то предшествовало этому, например, социологические опросы, возможно, какие-то проводились, там, глубинные интервью, опросы фокус-групп, ну, что примерно одно и то же с глубинной интервью, в тех же сибирских регионах, местах компактного проживания татар и так далее. Можете сказать? Да, я могу сказать, что сама стратегия подразумевает, естественно, единый татарский народ в пределах и Российской Федерации, и за рубежом, потому что татары себя позиционируют. Австралии, он же он, самоопределение себя как татарин, оно есть. Я могу сказать, опять же, со своей точки зрения и опираясь на свои исследования, потому что, ну, я апеллирую к своему научному опыту. Ну, конечно. Дело в том, что мы практически уже вот несколько лет как раз исследуем идентичность татар, и я думаю, что это как раз некая подспорья для такой стратегии. Мы ездим по регионам, мы были в Тюменской области как раз у сибирских татар, мы были в Башкортостане, но в Крым вот мы пока собираемся, естественно, и здесь, в Татарстане. Мы встречаемся с самыми обычными рядовыми людьми, мы спрашиваем у них о том, как они себя ощущают. И, по крайней мере, у нас не было массовых социологических опросов по регионам, я могу это сказать, конечно, репрезентативных, чтобы там по тысяче человек в каждом регионе Российской Федерации, но по нынешним средствам это просто неподъемно, это кошмарные деньги нужны, я могу сказать, которых вот нет у ученых. Вопрос существенный, мы к нему вернемся еще. Да, конечно, это я сразу оговариваю, но проведение фокус-групп, проведение вот встречи просто по такой обычной выборке с обычными людьми, у нас были биографические, глубинные интервью, по крайней мере, мы видели и слышали, что татары определяют себя как татары, естественно, они выделяют какие-то свои региональные особенности, это есть, но тем не менее вот эта общая татарская идентичность, по крайней мере, с теми, с кем мы беседовали, она есть. Ну, примерно как у русских, да, есть вятичи, есть там какие-то курчане, но тем не менее это все большой этнос, называющий себя или идентифицирующий себя с русским народом. Лилия Вальсин, спасибо за уточнение, оно очень существенное, вот прежде всего в той части, что речь не идет о каких-то репрезентативных социологических обследования территории компактного проживания это просто потому, что никто в такой плоскости вопрос не ставил, нужно финансирование. И вот для меня это немножко странно, потому что мне кажется с этого надо начинать, мы создаем стратегию, мы хотим что-то понять, мы готовы провести серьезные научные исследования. Любые серьезные научные исследования, а в нашем мире любой чих, а уж научные исследования тем более, требуют ресурсов. И вопрос о ресурсах должен быть, я не знаю, поставлен, наверное, там, в разряд А-Б-В первых трех букв кириллического алфавита. Но это будем считать, что это такая ремарочка немножко в сторону. Еще одна позиция. Мы с вами ведем такой диалог, а вот двое мужчин никак не хотят вклиниться. Да, пожалуйста. Я хотел бы немножко прокомментировать и ответить на эти вопросы, которые были в первой вопросе. Мне почему-то кажется, что мы немножко опоздали. Наверное, стратегию нужно было принимать несколько ранее. То есть, в определенные периоды непростого развития, если вот в историю взглянуть, скажем, 5-7-е годы принимались определенные стратегические документы татарской элиты. Вы имеете в 95-е, в 90-е годы? Нет, нет, я имею в виду начало 20-х века. Начало 20-х века? Скажем, 17-е годы и так далее. Хотя тогда термин стратегии не использовали, но тем не менее это были стратегические документы. И мне представляется, что такого рода стратегический документ наверное опрашивался в начале 90-х годов. Но хотя сегодня стратегию надо принимать, мы тем более ездим по городам, тоже обсуждаем ее. Вы знаете, говоря о единстве татарской нации, мне хотелось бы вот на что обратить внимание. Я думаю, что социологические опросы это не столь важно. Дело в том, что те же социологические опросы показывают, что значительная часть, ну какая-то не значительная, какая-то часть русского населения, те же поморы, казаки, они себе идентифицируют все-таки прежде всего помором и казаками, хотя никому в голову не приходят, скажем, выделять их в отдельную этническую группу, тем более в отдельную нацию. Однако вот когда проходила перепись населения 2010 года, наши коллеги из Москвы упорно нам пытались доказывать, что единой татарской нации нет, что есть отдельные сибирские татары, значит отдельные астраханские татары, казанские татары и так далее. Все-таки сущность нации определяется ее самосознанием. Вот я коллегу поддержу и, конечно же, те этнические группы татарского народа, которые формировались на определенных территориях, это в продолжении того, что Рафаэль Мирозачимец сказал, тут Золотая Орда играла, конечно, большую роль, но не это имеется в виду. Имеется в виду, что к концу 19-го, начало 20-го века эти этнические группы, как единая часть всего татарского этноса, они были сформированы именно на территории Астраханской современной, скажем, области. Это в Среднем по Волжье, татары по Волжье при Урале, это Сибирь, это сибирские татары. И говорить о том, что это отдельные какие-то чуть ли не этносы, конечно, нельзя. Нет, нет, понятно. Ваша позиция понятна, и она разделяется очень многими. Если уж совсем обострить и перевести в плоскость политизированных высказываний, вам, как ученому, это не с руки, мне, как журналисту, это позволительно. Вы ведь хотели сказать, что в Москве достаточно влиятельных сил, которые хотели бы, и это муссируется тема в наших местных СМИ, хотели бы, чтобы татарский этнос распался на несколько якобы самостоятельных этносов и прекратил таким образом давлеть в значимой степени, в том числе и своей массой. Да? Если уж совсем просто говорить, да, мне, я еще раз говорю, мне, как журналист, это позволительно. Но значит ли вот из вашего опыта, ваших опытов экспедиции, из того, что вы сейчас сказали, что вот у тех татар, которые являют собой части большого татарского этноса, сибирских, астраханских, я перечислял их, да, и так далее, одни и те же проблемы, что, например, у казанских татар или у сибирских те же проблемы, что у астраханских. Мы делаем стратегию, вы, не мы, вы, вы делаете стратегию, вот эти вот нюансы, они учитываются или они могут не учитываться, потому что у всех болит голова только об одном, например, язык, например, мол, да, сохранение души и больше ничего. Юрий Прокумович, можно я вот буквально вслед нашей предыдущей дискуссии по поводу идентичности татар, просто пока вот рассуждали, как-то мне так пришло, пришло в голову, пришло в голову еще одно очень важное обстоятельство, когда мы говорим о самосознании, об идентификации татар России вообще в целом, да, дело в том, что вот огромную роль оказал советский опыт идентификации. Пятый графа в паспорте, где всех татар записывали татарами в Советском Союзе, вы знаете, это так крепко сидит, и у бабушек, нет, это к вопросу о единстве, и надо ли проводить репрезентативные, вот такие исследования, чтобы понять, а все-таки татар, вот что вот мы лезем со своей стратегией, а может они и не татары вовсе, извините, пожалуйста, что я вынужден вас перебить, когда я говорила о репрезентативности, я не имел в виду единственный вопрос, вы татарин или нет, я имел в виду как раз вот то уточнение, которое сейчас только что сделал, что беспокоит, что бередит, там, тут, тут, одно и то же, или есть нюансы? Это я тоже сейчас отвечу, просто мне важно было заострить вот тему общего... На пятой графе? Конечно, потому что это безусловно, это вопрос идентификации. Ну, понятно. И, собственно говоря, вот мой исследовательский опыт и моих коллег из Института истории и Академии наук говорит о том, что татары себя относят вот к единой такой татарской нации. Вот эти все поиски себя, кто я такой, сибирский, там, астраханский и так далее, это более позднее явление. Это всё пошло с 90-х годов, когда этничность возросла, и люди стали себя... Раньше жили просто татары, пятая графа, всё, никто особо так вот прямо не лез, кроме каких-то специалистов, энтузиастов. Сейчас, на самом деле, да, эта тема актуализировалась, люди ищут свои корни, сейчас родословные стали активно восстанавливать люди, поэтому, да, это всё вот в этом контексте развивается. Что касается каких-то региональных, специфических потребностей. Опять же, мой опыт говорит о том, что ситуация разная. Вот мы были в Башкортостане, мы были в Тюменской области. В принципе, многое зависит от того, то, как себя чувствует этническая группа, многое зависит от контекста. Конечно. Да, конечно. Башкортостан. Там татары являются не титульной нацией, там, как башкирская группа, она является титульной. Русские и татары – это вторые по величине этнические группы. И, соответственно, вот некое, ну, такое, как бы, напряжение, да, конкуренция, я скажу не напряжение, даже конкуренция такая, она существует между вот этими двумя группами, башкиры, татары, русские, да? Вот. Но преференция, естественно, титульной нации, да? Тюменская область – совершенно другая ситуация. Потому что там русские и татары. Но русские позиционируют себя сибириками, кстати сказать, у них очень крепкая сибирская идентичность, в отличие от нашей вот этой центральной части. Вот. И татары, ну, несколько иначе себя чувствуют. Скажем, там вопрос дискриминации этнической, ну, ощущение… Не то, что дискриминация, что вот она прям, кто-то там их щемит, да? Нет. А то, что они ощущают, ну, свою инаковость, да? В сравнении, вот скажем, с русскими, там казаки тоже есть. Вот это у нас, в наших исследованиях, это звучало. То, чего не было совершенно в Башкортостане, ну, естественно, в Татарстане. Извините, я, может быть, не улавливаю вашу мысль, так тюменские татары чувствуют некое ущемление, что ли? Они чувствуют эту культурную разницу больше. Ну, это естественно. Да. Вот это региональная специфика. А в Башкортостане этого нет. Не чувствуют. Но чувствуют, что… Они это не проблематизируют абсолютно. Нет? Нет. Очень интересно, очень интересные выводы из ваших исследований. И, Нур, вы хотели что-то добавить, да? Да, я хотел бы прибавить проблему татарского народа, которая есть. Как журналист освещаю процесс разработки стратегии, читаю все, что выходит, там, соцсети, телеграм-канал, везде и все. Пытаюсь, так сказать, себе составить общую картину. Отмечаю, что почему-то из этой повестки создание стратегии татарского народа выпадают кряшины. Почему-то ни разу не видел представителей субкультуры, ну, мне кажется, что это все-таки субкультура татарского народа, да, то есть субэтность, правильный субэтность, ни разу не видел их на заседаниях по разработке стратегии. Видел несколько раз представителей Дум-РТ, но вот, чтобы кряшинские там, отцы, да, попы, вот, чтобы они были, вот, не видел. Мне кажется, это очень актуальный вопрос, потому что, вот, в своем программном интервью у Валерия Тишков, помимо сибирских татар, также обозначил проблему кряшинских татар, которые у нас есть. То есть, он два субэтноса все-таки акцентирует, внимание на двух субэтноса. Да, да, ну, вообще, вот, как бы, ну, я просто человек соцсетей, общаюсь с разными представителями татарского народа, в том числе, я бы так сказал, с наиболее радикальными взглядами в соцсетях, там есть такая версия, что вот раньше от татар откололи нагайцев с нагайбаками, и вот на очереди вот сибирские татары. ну, в принципе, вот я разговаривал с представителями кряшинской общественности у нас в Казани, да, у них есть культурные контакты с нагайбаками, они их считают родственным себе, там, у них язык никак не отличается, культура, те же самые православные татары, язык один церковно-татарский, вот, вот я поставил вопрос, вот почему они выпадают из повестки. Это вопрос сейчас кому адресу? К разработчикам. К разработчикам программы. Кто-то может ответить на этот вопрос? Я попробую порассуждать на эту тему. Я вообще сторонник единой татарской нации, я являюсь татаристом. Вообще, на мой взгляд, проблема кряшинской нации это надуманная проблема, хотя откровенно надо сказать, что кряшины, сами должны определиться, какая у них идентификация. Но проблема на самом деле надуманная, с моей точки зрения, главный показатель это все-таки язык, язык один и тот же. Причем вот эта проблема, она в последние десятилетия все больше облекаются какие-то мифы о том, что кряшины были крещены еще там чуть ли не в эпоху раннего средневековья и так далее и тому подобное. Повторюсь, они сами должны определяться, но я все-таки сторонник того, что это единая нация. Дело в том, что такое дробление на... Извините, пожалуйста, я же перебиваю, просто у нас катастрофическое время уходит. Этот тезис уже озвучен, мы понимаем, дробить нельзя и так далее. Вопрос на вид со стороны Эльнора Ярхамова поставлен был по-другому. Почему их не приглашают к участию в работе? Я с ним согласен, их надо приглашать. Вот ведь в чем вопрос. С одной стороны мы говорим, что мы единый этнос, а с другой стороны игнорируем представителей каких-то субэтносов или частей этносов, но это по меньшей мере странно. Я с этим полностью согласен. Спасибо. Не приглашение, так как в какой-то степени является актом... Во всяком случае это не добавляет сторонников. С этим не согласен. Как минимум. Конечно. Ильинур, вот коль уж микрофон попал к вам в руки как к журналисту, как к человеку, погруженному в социальные сети, мы с вами в Фейсбуке в одном присутствуем, видим иногда друг друга. Я обратил внимание на несколько высказываний, по-моему, вы принимали участие в этой вот такой ветке дискуссии. Несколько высказываний от молодых людей появилось, от городских татар, казанских. Мы сейчас перейдем к языку, к самой, наверное, болезненной, да, точке вот и стратегии, и публичных дискуссий. Так вот, некоторые молодые казанские татары, городские, задались таким вопросом, с их точки зрения риторическим. Означает лишь, что если я не знаю татарского языка, я не татарин. И я читаю, да я татарин, я себя ощущаю как татарин, я могу быть татарином по самосознанию, по культуре своей, за вот одним, ну, наверное, не самым приятным, но тем не менее, изъятием. Вы по этому поводу высказывались? Нет, что вообще, вот вы думаете, вы представитель татар, вот такого молодого урбанизированного поколения? Да, так получилось, что мои девяти выехали из деревни, родители мои родились в городе, я знаю татарский язык, может быть, недостаточной степени, но девяти не передали знания татарского языка, не мои родители, к сожалению, так получилось, у нас язык общения в семье был русский. Вот. В принципе, мне, вот лично мне комфортно выражать свою этническую идентичность и на русском языке. Сегодня действительно стоит вопрос, что, ну, появились русскоязычные татары. Я, конечно, к себя больше, наверное, отношу к билингвальным татарам, да, но вот я встречал татар, которые, вот, говорят, вот, я татарин, не минтатар. Но они правы с вашей точки зрения? Это возможно? Или это все-таки какое-то искажение уже, вот, я не знаю, там, национального духа, назовем это так? Ну, я не считаю это искажением. Достаточно просто, если у этого татарина есть устремление учить татарский язык, есть намерение, то, в принципе, окей, да, ты часть нашей большой нации. Если ты рассуждаешь там в категориях, а зачем мне татарский язык, а смысл, а не хочу, но, мне кажется, человек сам себя определил. Так что, тут не надо юлить, не нужно лицемерить, ну, все, ты продукт глобализации. Да. И вот, к вопросу, зачем, да, это часто, да, возникающий вопрос. А зачем? А зачем? Вот я в том же эскизе концепции, вот, читаю, что обязательное знание татарского языка, оно прямо связывается с возможностью татарской элиты, кавычки, занять свое место среди представителей самых передовых наций, кавычки закрылись. Уважаемые эксперты, коллеги, студенты, вот я честно стал думать над этим и пытаюсь понять, может быть, вы сейчас дадите ответ, вот в чем можно, может быть выражено, вот что благодаря знанию татарского языка, татарская элита займет свое место среди, как сказано, в презентации представителей передовых наций. Каким образом? Я поясню смысл вопроса, ведь, насколько я понимаю, язык, если он создает какие-то смыслы, если этот язык описывает какие-то явления, двигающие, скажем, пошло, прогресс, если он открывает какие-то высоты духа, являет какие-то культурные открытия, Пушкина начинают, русский язык, многие начинают изучать, потому что да, Пушкин, в 50-е годы русский язык начали повсеместно изучать, прежде всего, в странах Третьего мира, потому что, да, спутник, первое слово, которое один в один вошло в оксфордский словарь безо всяких переводов, никаких сателлитов, спутник, то есть, было какое-то достижение, для того, чтобы, мы сейчас могли сказать, в этой же, в этом же эскизе стратегии, дальше там записано, что надо приложить усилия, то есть, ставится задача создать специальные курсы истории и культуры тюрка-татар в ведущих университетах мира. Чем мы привлечем туда слушателей? Что мы явим? Я просто сейчас сознательно немножко обостряю этот вопрос, но мы же должны это понимать, вот вы киваете согласно, вы же как ученые прекрасно понимаете, что да, язык, мы до начала программы сказали, или вы, по-моему, сказали, народ, который много трудится, рождает смыслы, и этот язык начинает владеть, распространяться, да? Можно я начать? Да, конечно. Нисколько с историей, сколько с ответа. Вот 19-й год, ЮНЕСКО объявлен годом языков, так, планируется специальная конференция, в том числе, почему? Потому что язык, это элемент, ну, как бы, по ЮНЕСКОвским понятиям нематериальной культуры. То есть, высокого понятия, высоких исполнительских... Вторая сигнальная система, это известно, да. И вот, а если вернуться к истории, вот посмотрите, почему после 16-й век, после присоединения, Казани, появления, те же татары оказались востребованы в российском государстве. Вы знаете, эту знаменитую пословицу, татарину толмач не нужен. Это на самом деле, он входит в число 14 языков. Если мы знаем татарский язык, мы через месяц приедем в Турцию, начнем говорить по-тюркски. Если мы поедем в Вадебикистан, мы поедем. Но мы научились говорить и по-русски, и хорошо говорить. Вот насчет того, что татарский, турецкий, прям это, по-моему, такая вот, ну, ласкающая, конечно, душу, легенда, ну, ведь нет же. Нет, это разные группы. Кроме цифр счета, кроме счета, ну, что вы там, там даже, там даже, вот, рахмат даже не говорят турки. Они говорят ташаквыр. Ну, это не к вопросу рахмата. И так далее, и все по-разному. Это знаете почему? Да, мы могли бы их объединить, но их объединить должна история, но она не объединила. Кого с кем объединить, вы хотите? Я имею в виду языки. Как разные группы существовали, да, турецкая, агустская, аататарская, копчакская и так далее. Поэтому мы рассуждаем не столько с точки зрения самой истории, мы рассуждаем о перспективах. Вот кому, что мы явим? Создавая стратегию, я хотел сказать, извините, я, может быть, опять вклиниваюсь в ход ваших размышлений. Создавая стратегию, я хотел сказать, мне кажется, наши ученые, наши писатели, наши деятели культуры и искусства должны вот последнее положить на алтарь отечества и что-то такое родить, про которое бы сказали, опа, ооо, смотри, что сделали татары, надо. И вот отсюда начинается вот этот триггер интереса к языку, его распространению, усвоение этого языка теми молодыми городскими татарами, которые сейчас раздумывают, как Эльнур говорит, мне его учить или не учить, я где? Я где? Я вот в межуточном состоянии. Да? Да, вот я смотрю новую версию эскиза, и здесь, по сравнению с предыдущей версией, я вот отмечаю значительное сокращение фактора татарского языка. Вот духовные скрепы, кстати говоря, которые у нас появились, появились в эскизе, новая версия вызывает споры, я думаю, еще, так сказать, злые татары в интернете посмеются над этим, но что относится? А мы сейчас посмеемся, не будем откладывать. Что к этому относится? К духовным скрепам великая история и культура, устремленность в будущее, приоритеты знаний, инновации, преемственность традиций, то есть, как бы язык уже не скрепа. Вот, Эльнур потихонечку нас разворачивает от проблематики истории, этничности, вот этого всего все-таки на злобу дня, в какую-то политическую эстезию. Я тоже с интересом вчера в ночи, уже после полуночи, смотрел новую презентацию, которая у Екатеринбурга состоялась, и я, конечно, тоже отметил, я, Эльнур, полностью с вами согласен, что в тексте появилось, вот, как бы подипломатичнее выразиться, энное количество экивоков, дающих основание думать, что кто-то из федерального центра прочитал первый эскиз, посмотрел на его шапку, кто я, если не татарин, да? Или, а, нет, кто ты, если не татарин, да, шапка эскиза, и тихонько позвонили сюда, я уж не знаю, на какой уровень, и сказали, ребят, кто ты, если не татарин, ты гражданин Российской Федерации, на всякий случай, да, ты подчиняешься ее законам, так что не надо здесь кто-то, если не татарин, и в результате шапочка эскиза сменилась на скромный татарский мир, и уже вроде бы не придерешься, русский мир есть, а почему не может быть татарскому миру? Шулай, татарский мир будет, да, вот, все, появились вот эти вот скрепы, это же тоже, это разработчики, те, кто больше владеет языком политическим, чем может быть научным, говорят, а, вы так хотите? Ну, давайте мы вам подложим то, что вы хотите. Просто прогнозирую, да, появятся в соцсети комментаторы, которые потребуют перевести на татарский язык духовные скрепы, как будет по-татарски духовные скрепы? Кто скажет? Уважаемые эксперты, духовные скрепы по-татарски. Опа! Ну, хоть какой-нибудь. Вот вы, наконец-то вы включили в дискуссию. Микрофон только дали. Микрофона не было. Да-да, слушай внимательно. Ну, конечно. Вопрос ведь недословности асмыслы. Да, да. Может быть, да. Окей, спасибо. Я так понимаю, все поняли, да? Уважаемые извинители, мы для вас потом переведем. Духов? Да. Мне хотелось бы вот еще одну, может быть, проблему обсудить. На мой взгляд, вот эта стратегия не в достаточной степени отражает стремление сохранения государственности. Может быть, это неуместно сегодня говорить, да? Многие могут, оппоненты, сказать, что это государственность она на бумаге осталась. Но, на мой взгляд, сущность любой нации определяется или наличием суверенитета, или стремлением к этому суверенитету. Потому что только именно государство способно обеспечить вот то, что мы сегодня с вами говорим. Возникает вопрос, как же быть с сибирским татаром, опять-таки, да? Они за пределами Татарстана. Ну, здесь я всегда четко говорю, что сибирские татары, так как и астраханские, косимовские татары, это граждане Российской Федерации, они являются гражданами того государства, которое должно обеспечивать их сохранность. И любое государство, оно обязано сохранить культуру, язык. Ну, и я думаю, что вот те задачи, которые ставятся в рамках этой стратегии, ведь данная стратегия это просто пока намерение по большому счету. Ну, конечно, да. Это только намерение. У нас идут большие дискуссии, дискуссии в самом татарском социуме, они будут выходить и за рамки татарского социума, и те рабочие группы, которые создаются, они во многом, наверное, эти вопросы и будут, в общем-то, и рассматривать. То есть, я просто хочу сказать, что сохранение языка, сохранение государственности, сохранение единства татарской нации, на мой взгляд, основные приоритеты не только на одно десятилетие, а даже дальше. А остальные вопросы уже будут рассматриваться в рамках рабочих программ. Смотрите, вот здесь, извините, не кажется ли вам, что здесь есть некое такое логическое или логико-идеологическое противоречие? С одной стороны, мы, вы, эксперты, говорите, участники разработки стратегии, говорите о том, что татарский этнос это един. Но как только мы переводим разговор в плоскость понимания татарской нации как нации политической, начинаем говорить о государственности, что на самом деле сохранение культуры, истории, традиции, языка невозможно без поддержки национальным государствам, правильно я вас понимаю, да, то тут же единый этнос, в том числе в ваших только что прозвучавших рассуждениях, распадается. Вы говорите, а сибирские татары, сибирлар, то они граждане Российской Федерации, пусть о них заботится Российская Федерация. Но речь идет не о создании независимого национального государства, речь идет о том формате государства, которое отражено и в Конституции Республики Татарстан, понимаете, в любом, сейчас много говорят о том, что в перспективе возможно размывание национальных границ, вот часто бываем в Москве, московские коллеги, ученые, историки, этнологи, где-то с сожалением говорят, что вот вроде большевики создали национально-государственные устройства Российской Федерации. Речь идет только об этом. Речь идет только об этом. Понятно. Спасибо за уточнение. О культуре. Можно я продолжу по поводу государственности? Вот один из анонимных телеграм-каналов, кстати, там была поднята эта тема. Я не знаю, разработчики... Мы будем использовать неверифицированные источники, это довольно... Нет, я потом проверил, и это действительно есть в документе. Вот это уже лучше. Там по-новому задается понимание федеративности России, а именно... Кем задается? В документе, разработчиками, вот в новой версии. Стратегии. Стратегии, да. В эскизе, да. То есть Российская Федерация это регионная и национальная культурная автономия. Несколько раз был свидетелем, как на публичных мероприятиях, например, Митимир Шарипович отдергивал там спикеров, когда они говорили там руководитель региона, он говорил, нет, мы республика, руководитель республики. В татарском сегменте интернета, да, среди комментаторов есть проблема, есть опасение, что будет ликвидация национальных республик. И вот почему-то разработчики определяют, что Российская Федерация состоит из регионов и национально-культурных автономий татар. Я думаю, здесь... Не только татар, я так полагаю, национально-культурных. Я имею в виду, в принципе, в документе правильно обозначается форма существования татар, как вот, вот есть республика, татарстан, да, вот, для татарстан, и национальная культурная автономия. Да, да, да. Ну вот почему все-таки не обозначена именно вот республика, а вот так вот дипломатично регион. Все-таки я не понял, вы на какой документ сейчас ссылаетесь? Я ссылаюсь на последнюю версию скиза, где прямо написано на автономию. То есть, это не козни федералов, а это вот сами татарстанские разработчики эскизы так вот написали? Ну, может быть, просто мы чего-то не знаем, а они что-то... Они подталкивают Москву к тому, чтобы упразднить... Это тот вариант, который вы озвучили, позвонили. Да, может быть, позвонили, может быть, просто мы здесь мало что знаем, а они знают много и просто они хотят к нас кошмарить. Давайте мы на этот счет все-таки не будем гадать, потому что это уже совсем какое-то гадание, кто-то что-то там сейчас мы еще возьмем и придем к выводу, что татары собственными руками разбили национальное построение российского государства или федеративное, если уж шире. Еще раз об урбанизации и о том, какую культуру. Давайте обобщим, у нас осталось еще минут 20 буквально времени. Значит, смотрите, стратегия, сам посылка разработки стратегии, я буду сейчас излагать, если я ошибусь, вы меня поправите быстренько, коротенько, она продиктована некими угрозами, которые испытывают или которые давлеют над татарским этносом на территории России. Мы сейчас не берем за территорию России, там расселение достаточно большое татар, по всему миру. Здесь какие угрозы? Утрата языка, сужение его роли, применение в повседневной жизни. Соответственно, некая утрата возможности получать полноценное образование на родном языке. Опасности, связанные с процессами глобализации, это опасность объективного свойства. Мы здесь не можем, как говорится, предъявить претензии никому из чиновников какого бы то ни было уровня. Это данность объективная. И для того, чтобы как-то микшировать или устранить эти опасности, создается стратегия развития татарского народа. Да? Примерно так. Примерно. Республика, собственно, выступает инициатором, поскольку именно республика, татарстан мыслится как некий центр, который обладает ресурсами. Очень хорошее замечание, извините. Можем ли мы сказать, что именно республика выступает инициатором или инициатором официально считается общественная организация под названием Всемирный Конгресс Татар? Конечно, общественный инициатор это Всемирный Конгресс Татар. Республика поддерживает данную инициативу. В ИКТ здесь выступает и той структуры, которая формирует и организует и подготовку, и обсуждение этих материалов. И сегодня в 3 часа будет проходить заседание с участием Василием Горязовичем и Ренатом Зинуровичем как раз для обсуждения тех тем, которые определяются в рамках той проблематик, которая включается в стратегию. И как раз здесь один из важных моментов. Она носит не форму какой-либо заданный сверху системы или организации носит инициативно-творческий характер и представляя информацию, обсуждаемую тем, показывает, что сама стратегия это объект обсуждений. И в этом плане это очень важно, потому что мнения, суждения позволяют друг другу услышать и понять те вопросы, которые должны быть и включены, и рассмотрены, или поняты друг с другом. И в этой части надо сказать то, что сама стратегия на сегодняшний исключительном мировом контексте или мировой повестке дня, потому что эта проблема стоит перед многими народами. Можно говорить о русском народе, последняя доктрина развития русского народа, она не менее правая. Это же плод усилий одного-двух человек. Вопрос не в этом. Повестка дня. Я извиняюсь, а концепция развития русского языка. Это другое дело. Это часть проблемы. Я извиняюсь, их можно частями рассматривать, а можно целиком рассматривать. Поэтому вопрос о стратегии развития в меняющемся современном мире, он стоит очень актуально перед многими, и мы это наблюдаем не только с татарским народом. Вопрос стоит и у европейских народов очень серьезный. Вопрос мультикальтерализма стоит и в Латинской Америке, в Африке, он везде стоит. И возможность это обсудить и понять, как развивается культура, куда она движется. Есть неотъемлемая часть, вот Раэль обозначил начало XX века, была подобная дискуссия, она была постоянно. Это было и в XVII веке, и в XVIII веке, и в XIX веке. О татарское сообщество, оно формулировало, она, возможно, не выражало это в документе, но доктринальные подходы, которые были приемлемы для понимания своего места и развития, они формировались и формулировались. Почему не получилось? Получилось, для каждого этапа он был реализован, и каждая доктрина. Они имели свою завершенную форму, с меняющимся миром меняется доктрина. Если мы возьмем доктрину XIX века, она получает свою завершенную форму к началу XX. В чем? Одно из основных моментов, это выключенность татар в западную цивилизацию. Джадидизм? Джадидизм – это его уже завершенная форма. Если возьмем начало XIX века, это университет, это вовлеченность. А к началу XX века мы это можем увидеть уже в концепциях Султангалеева и других, которые формировали тоже концептуальный подход. Поэтому здесь, говоря о стратегии развития, не надо в ней подчеркивать какую-то исключительность, особенность и какие-то угрозы. Это вопросы, связанные с пониманием и оценкой состояния и определением векторов, которые могли создать сообщество татарской культуры. те успешные, отвечающие сегодняшним вызовам, они меняются. Потому что, если мы возьмем даже лет 15, вот Раэль Раевич говорит, надо было раньше, мы возьмем 15 лет назад или 20 лет даже, 25 лет назад, до цифровой технологии еще такой не было. Все изменилось. Информационное поле и формирование определенных элементов идентичности кардинально меняется. вопросов требуют обсуждения и понимания, где мы находимся в современном мире. Это не только татар касается. Естественно, возможно ли в таких условиях, как здесь было сказано, не помню кем-то из экспертов, делать стратегию, рассчитанную на века? Если каждые 15, больше, я вам скажу, каждые 5 лет объем знаний потребляемого человечеством удваивается, меняются технологии, меняются концепты, о чем мы говорим, о каких столетиях? Да, да, нет, вы правы. Я то, что самое до этого говорил, вот если вы посмотрите концепции доктринальные моменты понимания места татар в, я еще говорю, 17 век, даже 17 века, возьмите, они доктринально менялись. Восстание Батарши, Екатерина II, формирование университетов, аджедедизм, революционный процесс начала 20 века, для каждой эпохи вырабатывал свой доктринальный подход. Он формировался, он не формировался как документ. Мы, может быть, выбрали для данного времени эту форму. Может быть, она понятна, для современного восприятия. Но это не значит, что здесь есть какое-то перетягивание этого вопроса только к особенности, исключительности. А это именно понимание в общем контексте и в той системе развития культур, народов в целом. Мы, кажется, вот сейчас уже подводим итоги. Спасибо за разъяснения такие детальные, на мой взгляд, убедительные. Пожалуйста. И как раз я хотела сказать о том, что эта ситуация, вот создание стратегии, попытка понять, найти свое место, универсальная, в общем-то. Это не некое специфическое только для татар. Потому что сейчас процесс глобализации имеет свою оппозицию в процессах глокализации. Абсолютно. И это нарастающая встречная волна, которую почему-то называют популизмом, хотя это возврат к идее суверенитета, самости культур, восстановления национальных государств. И вот, извините, я не имею права выступать в качестве эксперта, но как же, но не смогу сказать, мне вот именно эта волна очень симпатична. Потому что глобализация это эвфемизм такого всемирного финансового капитала, который плюет на все. Ну ладно, это далеко мы уйдем. Да, и еще, кроме того, важно сказать, что на самом деле ситуация текущая, она диктует некие стратегии и тактики. И на самом деле попытка может быть, ну смело сказано там до 50-го года, понятно, что это некое допущение. Понятно, что это никто там не распланирует точно как рельсы, поезд, вот мы пройдем точно по этому пути. Безусловно, нет. Но некая проекция, она может быть исходя из сегодняшнего дня. Безусловно, это будет коррелироваться, пересматриваться и может быть радикально меняться в зависимости от контекста. Это безусловно, это все понятно. А контекста в том числе внешнеполитического? Конечно, безусловно, это все влияет. Это то же самое, как буржуазная эпоха привела татар-мусульман к нации, то же самое, вот сейчас мы меняем, мир меняется. Спасибо. Мы таким образом подводим итоги под сегодняшней дискуссией. Да, пожалуйста, если можно, коротенько, потому что у вас скоро уже мероприятия начнутся. Не надо относиться вот к этим документам как к завершенным. Любой процесс требует своих путей. И вот я с этой точки зрения хочу сказать, если бы был один документ, это значит документа бы не было. Потому что идет процесс, идет активная работа, и вот надо их просто развести. Есть разные уровни, есть уровни там научного понимания, есть политического понимания. Да, это в конечном счете это все сольется в одно русло, но процесс обсуждения должен быть вот адекватным, понятным и самое главное результативным. Маленькую реплику уточнения можете буквально в двух словах сказать. С вашей точки зрения то, что происходит сейчас вот в процессе выработки первого эскиза, второго эскиза, вот можно охарактеризовать теми словами, о которых вы сейчас говорите. Продуктивное, взаимоуважительное и так далее, и так далее, обсуждение. Я отвечу вопросом на вопрос, можно ли создать документ, если противопоставляется. Нельзя. Кто кому противопоставляется? Противопоставляются документы, противопоставляются народы, противопоставляются подходы, то есть это процесс конструктивный и естественно, что это начало. Я надеюсь... Понятно, спасибо. В завершение своих коллег, во-первых, выражу большое благодарность за то, что как-то мы здесь пообщались. я хотел бы обратить внимание студентов на следующее. Вот такого рода в новейшей истории России такого рода документа пока еще другие нации не принимали. Конечно, он будет подвергаться критике, я думаю, и за пределами Татарстана, но задача стоит долгосрочная. Он будет препарирован. Конечно, конечно. И в этом отношении главное, чтобы тот документ и последующие уже тактические документы, которые будут приниматься, главное, чтобы они были живыми, то есть реализовывались. Ну вот на этой более-менее оптимистической ноте давайте мы сегодня будем заканчивать. Я со своей стороны только хочу пожелать, почему я задал вот уточняющий вопрос, как идет обсуждение. Будет здорово, если в этот раз работая над этим документом, разработчики все-таки найдут взаимопонимание, будут работать в так называемом конструктивном русле. Пока что вот, судя по тому, что мы за полтора месяца имеем уже два существенно разных эскиза, противоречия между участниками процесса достаточно серьезны и много превходящих факторов, которые на них в той или иной степени не буду говорить давят, но влияют. Огромное спасибо всем экспертам, которые приняли участие. Я не знаю, я думаю, что телезрители пришли к такому же выводу, но вот я могу сказать от себя, мне стало многое гораздо более понятно, что, зачем, почему, куда это может привести и на что вывести. Ну, мы, собственно говоря, ради этого здесь и собрались. Я задавал вопросы, вы на них отвечали, объясняли, опровергали и так далее, и так далее. Я хочу только напомнить телезрителям, что это было очередное заседание дискуссионного клуба телевидения Казанского федерального университета, оно было посвящено обсуждению лишь малой, конечно, части вопросов, которые касаются разработки стратегии развития татарского народа. Это стратегия в работе, и вот уважаемые эксперты буквально сейчас уже собираются, у них через полчаса, меньше уже, чем через полчаса, заседание рабочей группы, которое как раз посвящено будет продолжению работы над стратегией. Спасибо вам большое за внимание, вам еще раз, уважаемые эксперты, за участие, приходите еще, если мы вас будем приглашать, я надеюсь, не откажетесь, а вам, дорогие наши преодолевшие метель Пургу студенты, за терпение, и я надеюсь, что кое-что у вас добавилось, да, здесь и здесь. Спасибо всем, до следующей встречи. АПЛОДИСМЕНТЫ